МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День в событиях» на Первом Ярославском. Я Юрий Соболев, и сегодня в выпуске. Жителей эвакуировать, проезд перекрыть. В Ярославле при проведении земельных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд. Подробности в нашем выпуске. Что там данное предложение? Процесс пошел. Капитальный ремонт в действии. Директора уволить. Механизмы работы оптимизировать. Какие новые правила оплаты введены для пенсионеров? Стало известно, когда подорожает билет в общественном транспорте. На какой стоимости решили остановиться? Узнал первый Ярославский. Чтобы каждый нашел свою половинку и жил в гармонии самим с собой. Автобус нашего телеканала уже на улицах города. Возможно, уже сегодня в его салоне звучат поздравления в ваш адрес. Не пропустите. Огромная пробка образовалась сейчас при въезде на Тутаевское шоссе. Машины растянулись почти от торгового центра Рио до Парижской коммуны. Причина? Причина авария. У поворота к заводу столкнулись Нива, Шевроле и Внедорожник. Автомобили получили серьезные повреждения и перегородили обе полосы движения. Сведений о пострадавших нет. Стоит отметить, что ДТП случилось около знака, который ограничивает скорость движения до 40 км в час. Пока проезжая часть стоит, и автомобилистам стоит задуматься об объезде. К другим темам. Сегодня в срочном порядке эвакуировали жильцов двух домов на проспекте машиностроителей. Рядом с одной из высоток нашли предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Подробности в сюжете Георгия Кулчина. Вой полицейский сирен раздается по всему проспекту машиностроителей. Сотрудники вневедомственной охраны натягивают сигнальную ленту. Госавтоинспекция перекрывает движение. У пятого дома при прокладке коммуникаций рабочие нашли предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Где-то примерно в глубине 6 метров. Почувствовал, что бурь уперся и железно скрежет. Продолжил бурить. В итоге секунд через 30 предмет показался. По тревожному сигналу сотрудники полиции начинают эвакуацию. Временное убежище для жителей уже определили. Это здание соседней школы. Что надо временно выйти и покинуть свои дома. В это время саперы готовятся подойти к опасной находке. К раскопанной яме направляется группа из двух человек. Сотрудники ОМОНа осматривают предмет. Зевак вокруг становится все больше. Некоторые упорно идут прямо сквозь отцепление. Вот здесь вот сейчас очень аккуратно пройдите. Где? Вот вдоль пришли. Однако, оказывается, найденный предмет с виду очень похожий. На снаряд в действительности таковым не является. Саперы предполагают, скорее всего, это автомобильная телескопическая стойка или гидравлический цилиндр. Людям разрешают вернуться домой. А рабочего, проявившего бдительность сотрудники полиции, благодарят. Юрий Колчин, День в событиях. Экс-директор фонда капитального ремонта Дмитрий Шубин уволился по собственному желанию. Как стало известно, первому ярославскому заявление об уходе он написал в понедельник. Тем временем в Ярославле активно ведется консервация так называемых открытых домов. О наиболее проблемных объектах мы поговорим с экспертами уже в 21.30 в программе «Жилье моё». В регионе есть прецеденты, когда договор с недобросовестным подрядчиком был расторгнут. А с тех, кто запаздывает, со сроками взимают штрафы. Рычагов достаточно, скажем так, для того, чтобы нажать на подрядчика, маловато. Ну вот, сейчас пересматриваем договора и, соответственно, будем применять уже со следующего, ну так скажем, сезона уже, наверное, более жёсткие меры. К слову, пенсионеры Ярославской области получат льготы на оплату взносов по капремонту. Сегодня этот вопрос обсудили на заседании Комитета областной думы по социальной политике. Возможность внесения изменений на региональном уровне появилась после подписания соответствующего законопроекта президентом страны Владимиром Путиным. Планируется, что для граждан в возрасте от 70 лет и старше компенсация за капремонт будет составлять 50%. Те, кому за 80, вовсе будут освобождены от уплаты взносов. Помимо одиноких пенсионеров, льготы получат инвалиды первой и второй группы, а также граждане, имеющие детей инвалидов. Для этих целей в региональной казне заложено порядка 120 миллионов рублей в год. Я надеюсь, что нас поддержат все депутаты, всех фракций. Мы уже на ближайшей думе сможем это принять, а право применения распространим с 1 января. То есть льготный период начнется с 1 января 2016 года. И, соответственно, по мере вступления закона в силу граждане смогут подготовить документы, обратиться и получат компенсацию уже и за январь месяц текущего года. К другим темам. Еще один нестационарный торговый объект скоро уйдет с молотка. В Краснопереговском районе Ярославля городские власти намерены снести торговую точку, которая больше пяти лет продает контрафактный алкоголь и сигареты. Сегодня возле местной достопримечательности жители устроили стихийное собрание. С места событий сюжет Светланы Доброхотовой. Стихийное собрание около старого ларька на улице Павлова. Более семи лет постоянные клиенты торговой точки нарушают спокойствие жителей окрестных домов. Тут молодежь устраивает дискотеки, приезжают машины, включают эту музыку. И такой хохот молодежь, парни молодые, они так смеются, что потом у них тут и драки начинаются, и девушки визжат. Однозначно знаем, что пиво продается круглые сутки. И этот киоск еще продолжает, как и раньше, продавать не полюбить, всякие жидкости. Только за последние два года полицейские пять раз устраивали здесь контрольные закупки алкоголя. Литрами вывозили пиво и контрафактный спирт. Владельцу выписывали штраф, но точка продолжала работать. Представители предпринимателя факты незаконной продажи спиртных напитков отрицают. Были несанкционированные приходы в нашу торговую точку сотрудников полиции. И? Они покупали алкоголь? Нет, они не покупали. Они вот в других павильонах сами покупают алкоголь. У нас апелляционная жалоба в областном суде находится, она еще не рассмотрена. И решения по этой жалобе еще нет. Вот когда будет решение по этой жалобе, тогда нас снесут. Нас не снесут, мы сами уберем. Приставы парируют. Постановление о сносе торгового киоска владельцу вручили еще в сентябре прошлого года. Городские власти настроены решительно. Если предприниматель добровольно не уберет ларек, 12 февраля строение снесут за бюджетное средство. А это обойдется владельцу в полтора раза дороже. За последнее время выявлено и зафиксированы факты еще по 13 ларекам. В течение пару дней этот ларек будет снесен. И те 13 лареков постигнет такая же участь. Поэтому обращаясь к предпринимателям, не шалите с огнем. Будем сносить вас, если вы торгуете спиртным или продаете табачные изделия в нарушении с законом. Всего в разработке городских властей более 100 несанкционированных торговых объектов. Все ларьки, владельцы которых нарушают закон, ждет та же участь. Светлана Доброхотова, Сергей Мазилов. День в событиях. Борьба, причем в суде, ведется и с точечной застройкой. Первый Ярославский рассказывал о проблемах жителей двора на проспекте Ленина, 44. Напротив их окон застройщик планирует возвести 9-этажный дом. Мэрия города разрешения на стройку не давала. Тогда компания обратилась с иском в арбитражный суд. Сегодня состоялось заседание по делу в поддержку жителям. В зале суда присутствовал и заместитель председателя областной думы Илья Осипов. Он отметил, проблема точечной застройки в центральных районах города стоит остро, но ситуацию взяли под контроль. Пока арбитражный суд объявил в деле по строительству на проспекте Ленина перерыв, процесс возобновится 16 февраля. Никакое это не социальное жилье. Это жилье для людей обеспеченных, у которых у каждого есть одна, а то и две машины. И примеров таких, еще раз повторюсь, масса в Ленинском районе, в Кировском районе. Когда нарушается вся инфраструктура, когда нарушается весь традиционный уклад жизни жителей этого двора, то есть я считаю, что это недопустимо. Еще одна ситуация на контроле правоохранительных органов. Ярославская прокуратура проинспектировала состояние лифтового оборудования в многоквартирных домах. Проверкам подверглись документы по эксплуатации, ремонту и обслуживанию лифтов, а также наличие договоров страхования и обследования лифтов в домах, которые были сданы более 30 лет назад. В ходе проверки серьезных нарушений выявлено не было, однако без недочетов не обошлось. Были установлены определенные нарушения в плане непосредственной эксплуатации лифтов, как то отсутствие освещения на площадках и в кабинах лифтов, определенные неисправности в механизмах лифтов, которые, в принципе, не имеют существенного влияния на его эксплуатацию. Тем не менее, таковых быть не должно. Проезд в городском транспорте подорожает 17 февраля. Об этом сегодня рассказал заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. За одну поездку в автобусе, троллейбусе или трамвае пассажиру придется отдать 20 рублей. Тем, кто привык пользоваться проездными, повезло больше. Как отметил Игорь Блохин, стоимость такого билета в ближайшем будущем поднимать не планируют. А вот цены на проезд в маршрутном такси могут возрасти существенно. Мэрия на частных перевозчиков повлиять не может. Но областной департамент энергетики и регулирования тарифов установил максимальную цену проезда в маршрутном такси – 23 рубля. Маршрутные такси сами определятся, за какую стоимость они будут перевозить пассажиров. Будет это 20 рублей, 22, 23 – решат сами перевозчики. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов провел переговоры с начальником Северной железной дороги Сергеем Кобзевым. В ходе встречи были затронуты вопросы тестирования в регионе скоростного электропоезда «Ласточка», приобретения двухэтажных поездов и строительства в Ярославле музея Северной железной дороги. Губернатор отметил, благодаря подобным встречам в регионе в полном объеме сохранятся пригородные перевозки, а взаимодействие власти и железнодорожников выгодно для обеих сторон. Специальный автобус первого Ярославского уже на маршруте. Акция нашего телеканала стартовала. По городу курсирует брендированный автобус, и съемочная группа принимает видео «Валентинки» горожан. Как запускали автобусы и кто уже успел поздравить своих близких, смотрите далее. Еще вчера этот ничем не примечательный бело-зеленый автобус под номером 76 стоял в гараже АТП. Уже к вечеру его украсили логотипы первого Ярославского. Теперь узнать специальный автобус, подготовленный ко дню всех влюбленных, просто. Он колесит по городу в ожиданиях видео «Валентинок» от всех влюбленных ярославцев. Горожане отмечают. День Святого Валентина – праздник, который нельзя пропустить. Хоть он для нас и новый, но мы его приняли. Дарим подарки, делаем «Валентинки». Даже в детском саду племянница делает «Валентинки» и поздравляет. Теперь признание в любви или добрые пожелания горожане могут озвучить с экрана телевизора. Каждый день с 10 до 11 утра в автобусе первого Ярославского работает съемочная группа. Есть уже и первое поздравление. Поздравляю всех с наступающим днем Святого Валентина. Чтобы у всех была любовь сильная, крепкая, надежная. Чтобы каждый нашел свою половинку и жил в гармонии самим с собой. Любите друг друга, не обижайте друг друга. И тогда все ваши мечты и пожелания все сбудутся. А также моей любимой жене Елене Николаевне. Всего самого доброго. Также свои признания вы можете присылать к нам на почту newssobaka1yar.tv Авторы самых лучших видео «Валентинок» будут отмечены приятными сюрпризами и подарками от спонсоров проекта. Светлана Доброхотова, Сабина Ферзалиева, Денис Лосев. День в событиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok